Лишиться воды, газа, света, а иногда и крыши над головой из-за долгов по коммуналке – вполне реальная перспектива для злостных неплательщиков. Должников обзванивают, напоминают о необходимости внесения платежа, если и эти меры не работают и могут отключить отопление, водоснабжение, электричество и газ. Мы с сотрудниками водоканала провели рейд по минским квартирам, в которых месяцами не платят за услуги ЖКХ. Минск водоканал, откройте, пожалуйста, дверь. Тяжело попадать, но большую часть в основном попадаем вечером, когда люди приходят с работы. Бывает, не пускают или наоборот агрессивные люди. Мы стараемся, если уже знаем, туда не ходить. Раз на раз не приходится, бывает, можно и в 8 квартир попасть. Не все отключаются, где-то кто-то оплачивает коммунальные платежи. Бывает, может и ноль быть даже. Начальство пишет документы и уже занимается ими. ЖРЭО, ЖЭС, их свет отключают. Или, как мы сегодня видели, газ тоже ходит. Наша съемочная группа посетила 10 адресов безрезультатно. Домофоны не работают, в квартирах тишина или записка на двери. На 11-м адресе дверь наконец-то распахнулась. Водоканал, счетчики воды ваши нужны, можно? Вроде вчера все заплатили. Коммуналку все погасили, все полностью. А можно квитанцию, пожалуйста? У сестры, сестра погасила. Без квитанции мы не можем. 150 рублей, потом еще 75. Нам нужна вся сумма, чтобы была погашена. Ну, до Нового года погашу. Придется вас отключить горячую вам воду за неуплату коммунальных платежей. Два ряда, Нового года. Не имею права. У вас остался долг. В данном случае долг не самый большой – 620 рублей. Бывает и крупнее – вплоть до 25 тысяч. Если долг не превышается на большую сумму, то мы отключаем только горячую, потому что мало ли дети дома, если дети есть в семье, то, конечно, без холодной воды. А если большие долги, то отключаем и холодную горячую. В день на отключение выезжает 5 бригад. У каждой в среднем по 35 адресов должников. И хорошо, если не плательщик выходит на связь. У вас задолжены закональные платежи. Вам перекрыли горячую воду до полного погашения вашей задолженности. Услуги водоснабжения мы приостанавливаем в случае, если нет оплат 2 и более месяца. По состоянию на сегодняшний день, за 2023 год, количество отключений, в том числе и оплаты в момент отключения, произведены в 4570 квартир. Оплаты на месте производятся гораздо больше, чем мы производим отключения. То есть, если небольшие периоды, всякие жизненные ситуации бывают, ну, где-то забыли какие-то еще моменты, сразу оплачивают на месте. Вернуть воду можно только после полного погашения задолженности за услуги. Для этого нужно обратиться к сотрудникам Минскводоканала и записаться на подключение. Эта услуга платная. Каролина Прокопьева, Александр Мирошниченко, агентство Минск Новости.